Мы обсуждали подробно перспективы вообще выхода и есть ли выход из вот этой ямы, в которой мы упали. Стоп, стоп, сейчас самолёт, сейчас мы крыльем. И когда мы говорим о перспективах, очень важно понимать, вот бизнес верит ли в нашу экономику и может ли он начать инвестировать и какую-то экономическую активность усиливать после того, как, допустим, проблемы с пандемией закончатся. Вот очень интересный момент в этой связи. И я хотел бы просто процитировать такой говорящий заголовок к публикации ведомостей об этом. Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте, он ежегодно публикует совершенно адские доклады о том, как у нас щемят бизнесы, какая ужасная атмосфера на ведении предпринимательства в России. Вот он подготовил много доклада и ведомостям удалось ознакомиться с текстом опроса, который содержится в приложении к ежегодному докладу. Борис Титов, это опрос исследования Федеральной службы охраны, которая опросила 279 экспертов и 189 предпринимателей в 36 регионах и по-моему бизнес-климентам в России. Это, конечно, цифры, которые вы видите сейчас, они просто фантастические. Я включил микрофон в игре. Это сравнивают они с аналогичными опросами, которые делали два года назад, в 2017 году. Вот то, что происходит. Недоверие бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе достигло рекордных значений. Три четверти респондентов считают, что введение в России в бизнесе небезопасно. Два года назад так говорили 57%, сейчас 75%. Доля опрошенных, считающих, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, остается стабильной на уровне 70-71% на протяжении последних трех лет. Заметно увеличилась доля респондентов, не считающих правосудие в России независимую объективным, с 50% до 74%. За прошедшие два года в России необъективное правосудие. Да ты че? Возвращаемся к нашей традиционной рубрике. Теперь уже в три четверти предпринимателей наконец-то это заметили. До более 70% выросло недоверие к правоохранительным органам. Три четверти респондентов считают квалификацию следователей недостаточной для расследования преступлений экономической направленности. Конечно, вы почитайте, что они в материалах экономических дел пишут. Они даже политэкономию развитого социализма не доучили в своих вузах. Что уже говорить о современной рыночной экономике? Ну и в целом, деятельность правоохранительных органов и правоводействие коррупции считают неэффективной те же самые три четверти. Вот посмотрите, мы все суммируем на графике, прям выпукло видно, что вот за два года прям резко скакнуло на десятки процентных пунктов по многим позициям. Скакнуло недоверие к нашему законодательству, судебную систему, к эффективности борьбы с коррупцией. И в целом, мнение о том, мнение предпринимателей о том, что бизнес в России вести небезопасно. Вот еще некоторые ужасающие цифры из этого доклада. 84% опрошенных предпринимателей сообщили, что в результате уголовного преследования их бизнес был полностью или частично разрушен. Это как вообще? Почти 85% говорят, что нам разрушили и сильно пугали в результате незаконного преследования силовиками. Половина жалуется на то, что преследование привело к потере здоровья и репутации. 34% больше третий потеряли большую часть активов в результате вот этого хищного производства силовиков. Несмотря на запрет арестовывать предпринимателей, почти каждый пятый из опрошенных был таки заключен под стражу. 23,8%, 9,5% под домашний арест. Помните, сколько у нас было балабольство, что Путин говорил не сажать предпринимателей. А вот вам реальная, соответственно, цифра, более трети предпринимателей сажали либо в заключение, либо под домашний арест. То есть, силовик принял, а кемерная команда силового начальника только приняла, когда получали залог в качестве мероприятия. Он будет ехать, потому что основных в рейкномерных преступлениях залог заплатил, вышел, как в цивилизованном мире. И, собственно, основные, травмаживающие для бизнеса действия со стороны силовиков, это арест банковских счетов, изъятых документов и контакты правоохранительных органов с контрагентами. То есть, когда приходят и выбивают из ваших контрагентов, говорят, так, у нас есть заказ на этого человека, не хотите поверить, и дадут на него, и так далее. Ну, то есть, вот, просто полная картина. Я напомню, что Борис Титов, это абсолютно лояльный Путину чувак, и вообще сотрудник администрации президента, который получает там зарплату. И вот он уже раз не первый год с нами такими весьма реалистичными оценками вот этого адского произведения силовиков в отношении бизнеса в России. Ну, какие инвестиции сюда пойдут, капитал продолжает бежать из страны по этой злобности. Мы говорили подробно в предыдущем выпуске, что как в таких условиях ждать какого-то восстановления. Кто будет деньги вкладывать, когда три четверти бизнесмена говорят, нет, не безопасно. Ну, и вот единственная надежда на бурный экономический рост у Путина и все его комарии была, это пресловутый национальный проект. Ну, здесь много рассказывали, что вся эта штука, эта химера, что она не сработала. Ты не видел какой-нибудь, ты не видел какой-нибудь. Очень важно просто наблюдать. Понятно, что ключевая, знаете, ключевая проблема национальных проектов, это все эти деньги непрозрачно разворуют путинские дружки. Ну вот вам свежая информация нацпроект струеет. И вот повесил на предприятие посвященный старый музей, нашувал Луфгенберга, будет включать без крикерса крупнейшие подряды на тройники объектов, которые входят в этот нацпроектный портфейн, в частности, дальний западный отход Краснодара. Привет, Фрид. Участок трассы. 120 миллиардов рублей. Два контракта без конкурса. Шувалов. Аликс, это... Как вы думаете, куда поймете? Это голова... Реально, когда он строит трассу Москва-Питер. Кладные участки не востребованы. Задрали цены. Никто не ездит. Хотя, вроде как, государственное частное партнерство, нацпроекты. Аликс, ёбаный, блядь, быстрее. Аликс, ёбаный, блядь, быстрее. Аликс, ёбаный, блядь, быстрее. Как вы думаете, какой будет синергетический эффект от освоения бюджетных средств без конкурса? Шувалов. Угадай. В общем, мы повторяем вывод. К сожалению, драматический вывод, выше предыдущего иначе, что с такой ситуацией, с этим невероятным осатанелым произволом силовиков в отношении предпринимателей, с увеличением налогов и раздачей денег налогоплательщиков, Шувалову и Эртенбергу на распил. Ничего не будет. Никакого роста не будет. К сожалению. При Путине не рассчитывайте теперь ни на какой экономический рост. Надо как можно быстрее менять власть. В этом смысле спрашивают про вот этот референдум, народное голосование по поправкам Конституции, но они уже без паспорта разрешили голосовать. У них так плохи дела, что уже просто решили заняться таким, даже не имитацией процедуры голосования, а просто рисовкой откровенной. У меня была в марте еще, когда начался весь этот карантин, у меня была передача на моем канале YouTube Владимир Милов. Подпишитесь, кстати, на него. Была передача про Конституцию. И я там подробно говорил о том, что делать с этим голосованием и как поступать. Мне нечего особенно добавить. Я не думал, что участие в этом процессе как-то вообще может быть хоть кем-то замеченным, потому что там за вас поставят галочку, несут даже без ваших паспортных данных теперь. Вы уже там проголосовали, считайте. Но эти-то голосования по поправкам ничего не значат. Вы, я думаю, тоже видели данные Левады о рекордном падении рейтингов Путина. Когда карантин рано или поздно снимут, у нас будет большое политическое противостояние с Путиным. И нам надо будет добиваться смены власти. К этому надо внимательно готовиться. Мы еще подробно к теме вернемся и слушайте внимательно, что об этом будет говорить Алексей Навальный. Но власть надо менять. Это просто мигитарный вопрос нашего экономического благополучия. Мы не сможем вернуться просто в благосостояние, пока эти люди остаются у власти. Они все разворачивают через нас. Они ограбят всех инвесторов и не дадут приходить сюда инвестиции. Ничего не будет хорошего. Власть нужно менять. Путин нужно менять. Обязательно смотрите Навальный лайв. И подписывайтесь на наш канал. Давайте добьем до двух миллионов подписчиков. Это была ваша любимая передачка об экономике Где деньги с Владимиром Миловым. Увидимся с вами через неделю. Спасибо, что были с нами. Кальяшка, вы стреляете или нет? Да, да, я стреляю. Да, да, я стреляю. Далеко собраншись. Гранат не помогут. Кромад был помогут. Писто, да? Ах ты ублюдки блять грязная! Ублюдки блять грязная! Ублюдки блять грязная! Хы! Ты ты ее сука будешь? Гондон! Вы ее сука будешь? Гондон! Да, да. итальяшка ну кольчай микрофон передири ящика ну кольчай микрофон передири дириди без милах ну а все принесла потому что у голова него пустая не виду какой ты не видал какой комарте о марте о марте о А вот я и тут. А вот я и тут. Ай, гол. Что мы, за саду сделаем? айёп в раппостах и шайбери в ртали в салатах в раппостах у троих по раппостой и троих не кажется что потом после полиции кажется что он потом создавать команду стрелку с аргументами в трех тройки мая сливы в ул он не в левом либо коллик да левая яблони Далево ёбани Ахмад, кто чемпион? Ахмад, кто чемпион? Угу Я играл с Алексу С Tim Я играл с Алексу С Тим Го-го-го-го Оооу Но, 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 но Похал зайти, не зашёл 5 фриц позвал так сейчас даже сейчас играть не сыграть не она сейчас даже в дискорде из корни я не ничего не пишет ничего не пишет вечерние тоже ушли просто затихарились остались эти рандомные клоны периодически заходят которые выкидывают друг друга и мы зады фриц зады фриц автор льо вертолио вертолио Да, 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 да. А Фриз крэш за вертолёт... Ком, ком. Ком, ком. А... А... Амфриз, так удобно для меня вертолёт при портолёте. Амфриз, так удобно для меня вертолёт. Блин... Ну да не очень удобно, я не очень удобно. Я думал, извлечу, а вот один извлечу. Я чувствительность просто не подключил. Я чувствительность просто не переподключил. Я забыл, что два раза можно нажать. Я забыл, что два раза можно нажать. Yes. Yes. Fight. Fight. Кто? Кто? Поэтому надо использовать каждый Graph'у отравлены заповедчиком из cube People, который 오лимown. ну что у того что приступать против себя еще и с организованной речи с организованной депутателем депутателем и одежда а оружие вот ааа оружие а у нас выбирает а рэнс но есть а в сроку не было спорта у них не было Заткнись, Псамоэль, не шутить! Ком, лузер! Хвост нам решил показать Наумов, не говорите бустрия, готунгушатый Ком, Луж! Решка Юре! Олександр, блик, беги! МИ вы compartите их! Размешайте расхит соседgang и я хочу петь в 365- we收 Я играю с Тим Я играю с Тим Алекс, это... это хорошее звено, блядь. Хе-хе, он блядьлуша переобулся, блин. Ох! Хе-хе Ах ты убьюдки, блядьгиутки! Ах ты убьюдки, блядьрублядь%, большой хватитхи! Хе-хе, Фриц! Крис, лети снова за крестиком. Крис, тебя снова за крестиком. Гур. В. Ох ты, блядь Externalwelle! Упали. 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 Может быть тоже Астон возьмем. Тальяшка, вертолет бери, вертолет бери, вертолет бери, оружие собирай, гандон, приди. Это хватит проведена, я пользую. Ты сучу будет, гандон. Угу. алекс близ говорит я лично по парам алекс сеньорми алекс сеньорми при заметь мы Мы ещё не разу деньги не собрался ЭА, Клауз Маньяк в сети нормально ЭА, Клауз Маньяк в сети нормаль yeah verb Yes, Het's a my friend invite также Run the game ииты лакцема аIt Environmental итакβ Нау, ай-ком. Нау, ай-ком. Нау, это сокращение Наума. Это сокращение Наума, или Нау? Или Нау? Нау или Нау? Нау, это сокращение. Нау, Наума. О, он все-таки последний. О, он все-таки последний из вот этих вот трех фигунов. Ом, вертолет есть, ёбани. Ом, вертолет есть, ёбани. Он че, уже китает, ёб. Ну да. Он с горькой вертолет есть. Он с горькой вертолет есть. Он, он. Он, он. Он автоматически, блин, он автоматически, блин. Фритц, это... Фритц, это... Фритц, это... Фритц, это первым, как бы, поэтому... 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 Фритц, это лузерана, булет. Фритц, это лузерана, булет. Фритц, это лузерана, булет. Мы нет да побежал уда по бейамски уда по бейамски уда по бейам уда по бейамски уда по бейамски прицел более рядом он сзади нас не надо оптимизировать айвайзми броня ну вот мне полную не только повезло из-за того что я вот я вот так меня как-то ударной волной бы задело при сзади талешка и зарядили для одесса рляй стреляй стреляй плей тебя возьми базу эти а войсми базу стреляй 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 арти и а а она 3 тут 3 тут и сзади сзади 3 сзади 3 сзади ах тыс ах тыс блять хм неожиданно нет ну в как бы фрицкул пулеметом и тальешка просто с пистолетом просто с пистолетом ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Лежка, у тебя есть блог и Фритц... Фритц... Фритц...